Мы начинаем вебинар на тему основы STP. Я думаю, мы разберем кое-какие вопросы по STP, но прежде я хотел бы перейти к целям вебинара. Из чего состоят цели? Это получающие цели. Первая цель – это дать представление о таймерах STP, видах состояния портов, познакомить участников вебинара о видах сообщений при изменении топологии, выработать навыки понимания работы сообщения при изменении топологии. Четвертое – обобщить и систематизировать знания о сходимости в STP. Развивающие цели. Первое – участники вебинара смогут объяснить типы состояния портов и их свойствам. Участники смогут объяснить работу таймеров. Участники вебинара смогут идентифицировать виды сообщений при изменении топологии в ВСТП, и участники вебинара смогут настраивать таймеры ВСТП. Вот такая у нас с вами цель сегодня. Прежде чем перейти к самому вебинару, мне бы хотелось задать вопросы для повторения. Если вы захотите ответить, вам нужно будет просто поднять руку, нажать на значок ладони, и я вас размечу, вы будете говорить. Значит, первый вопрос по вебинару для повторения, это какие бывают роли портов в ВСТП, и попробуйте дать им объяснение. Кто-нибудь попробует ответить на этот вопрос? Вижу север, Север Судаков, пожалуйста. Добрый день, слышно меня? Да-да-да, слышно. Ну, наверное, стоит начать с роли порта root. Это тот порт, который имеет наикратчайший путь до root. Другой тип порта – это designated, который имеет наименьший лучший BPDU на сегменте. То есть у рута будут все порты типа designated. Вот. И все остальные порты у нас будут alternate. Вот. И в РСТП, насколько я помню, есть два вида alternate порт. Один вот обычный, который ну просто там согласно двум разным BPDU на сегменте, у него меньше там, получается, вес, да, или худший кост. И другой тип – это бэкап, это когда коммутатор видит сам себя, то есть, грубо говоря, у нас два порта друг на друга замкнуты. – Хорошо, спасибо. Есть еще варианты у кого, кто хотел бы тоже попробовать ответить? Север, я вас замечу пока. – Да. – Так. Александр Клименко. Так. Саша, пожалуйста. – Слышно меня? – Да, да, слышно. – Ну, если мы говорим про STP, либо про PVST+, то там нет состояния alternate. Там есть root-порт, анонсирующий наименьше cost-круту, и designated-порт – порт для локального сегмента, который анонсируется наименьше cost-круту, и blocked-порт, все остальные порты. – Да, все правильно. Мы сейчас обсуждаем как раз степи. Р степи, наверное, если мы посмотрим, как будет с результатом этого вебинара. Возможно, я попробую сделать следующим вебинаром. Да, мы сейчас обсуждаем именно степи и его работу. Спасибо. Спасибо, Саша. Действительно, давайте перейдем дальше. Какие бывают у нас роли портов, да? Это designated-порт. Значит, по разным источникам я смотрел, значит, получается designated-порт – это такой порт объявляет, то есть порт объявляет BPDU-сегмент, к которому он подключен. Дальше мы будем смотреть, что это такое, да? Значит, root-порт, то есть корневой порт. Порт объявляется корневым, если он принимает наиболее востребованные BPDU. И следующий порт – это blocking-порт. То есть блок, blocking-порт, порт является блокированным, если он не позволяет трафику быть принятым или отправленным на этом порту. Он блокирует трафик. Так, давайте мы с вами перейдем к следующему нашему слайду. Значит, посмотрите, у нас вот такая вот… Спасибо. Вот, у нас будет вот такая вот топология. Я заранее, в общем, получается, заблочил порты между свечом 1, свечом 2, потом свечом 1, свечом 3 и свечом 4. То есть вот они показаны, вы видите, такими крестиками круглыми. Значит, предположим, что у нас уже произошли выборы корневого коммутатора, и свеч 1 является корневым у нас. Ну, выборы проходить не будем. Вы, наверное, знаете, как все это происходит, и у нас уже сразу есть определенные роли портов. Вот. То есть как только, вы знаете, наверное, да, как свечи приходят уже с портами в состоянии App, и как только они начинают подключаться, они начинают ссылать EPDU друг другу, обмениваются и решают, кто из них будет корневым коммутатором. После этого определяются роли портов. То есть вычисляется, и каждый коммутатор определяет роль порта по-своему. Здесь у меня есть уже роли портов. У меня такой вопрос. Значит, вы видите, что у нас свеч начинает сразу отправлять Configuration BPDU. По-другому он называется Hello. И состоит он из root ID, то есть ID самого ртового порта, то есть корневого коммутатора, потом root под кост, как далеко находится, значит, корневой коммутатор, то есть стоимость пути до корневого коммутатора. Sender BID, то есть это ID коммутатора, который отправляет BPDU, присланный от корневого коммутатора. И порт ID. Порт ID — это ID порта, коммутатор, с которого был отправлен данный BPDU. Следующее, что мы можем посмотреть, как это все происходит. Значит, скажем, у меня создался BPDU, вы можете видеть на экране. Я его обозвал таким образом. Значит, root bridge ID — это A, ну, коммутатор switch 1, да, root ID его A, root pad cost, то есть стоимость стоимость пути коммутатора 0, потому что он сам является, значит, корневым коммутатором. root, то есть bridge ID, center bridge ID, то есть это bridge ID — тот, который отправляет данным BPDU. и порт ID, он отправляет с порта там E22, ну, я просто поставил для условности 1. То есть что делает корневой коммутатор? он сразу начинает генерировать, значит, configuration BPDU и слать его дальше в сторону коммутаторов, которые находятся в низлежащем положении, да, в отношении к нему. То есть вот в таком вот направлении они начинают двигаться. и двигаются они именно с designated портов. Так, вот здесь у меня есть примечание, которое вы можете посмотреть. Значит, посмотрите. Примечание, значит, первое, да, следует помнить, что cost STP увеличивается при поступлении BPDU на root порт, а не тогда, когда покидает designated порт. И с этим вот утверждением у меня следующий вопрос. Как вы думаете, почему именно на root порту, то есть на том порту, которым он принял этот BPDU, cost, увеличивается cost? Если кто-то хочет ответить, пожалуйста, можете поднять руку. Александр? Александр? Истомин. Да, Истомин. Я вас слышу? Да, да. Ну, я могу предположить то, что поскольку у нас на коммутаторе может быть только один root порт, а designated портов может быть несколько, то логично то, что стоимость будет увеличиваться именно при получении BPDU на root порте. Хорошо. Вы тоже, да, это верное предположение, одно из верных предположений. Ну и есть еще одно. Представим, что у нас на одном конце, то есть на конце, коммутатора с bridge, да, root-о, то есть у нас где-то, ну, Geek порт, скорость, значит, а на свече 2, на порту E22, ну, поменьше, 100 мегабит. То есть получается, что если у нас будет Designated отправлять, он будет проставлять свою стоимость выше, чем может как бы быть у нас получается, все равно получается бутылочное горлышко, да, здесь такое. Вот. И пойдем с вами дальше. Значит, следующее. Вы можете видеть, что у нас в примечании подкост, это значение, которое присылается каждому порту, его добавляет BPDU для получения, значит, BPDU, полученных на этом порту, для расчета стоимости пути до корневого коммутатора. И следующее. Root path подкост определяется как совокупность стоимости пути к корневому мосту. BPDU, это значение перебивается в поле кост. В коммутаторе это значение вытисляется путем добавления подкост, значение содержащего BPDU. То есть, опять-таки, пойдем с вами дальше. Значит, что это значит? У нас получается, что, скажем, BPDU, который пришел на корневой порт коммутатора Switch-2, да, обрабатывается Switch-ом, значит, и на выходе через Designated Port имеет такое значение. Значит, то есть, кто у нас здесь, в общем, root BID, да, это у нас A, опять-таки, Switch-1. Стоимость порта, здесь получается стоимость рутового порта, на который пришел этот BPDU, прописывается, то есть, 0 и прибавляется BPDU. По примечанию, вы можете видеть, прибавляется BPDU, стоимость рутового порта самого. Bridge-ID. Теперь вы можете увидеть, что Bridge-ID поменялся на B. то есть, Switch-2, коммутатор-2, да, присваивает свой Bridge-ID и отправляет его ниже, дальше к Switch-4. И порт ID, это то есть порт, дизайн этот порт, номер дизайна этот порта, Ethernet 3.0, который отправляется дальше в сторону Switch-4. То есть, вот таким вот образом у нас, как бы, происходит движение в сторону неизлежащего Switch-4. Вот. И, как вы можете догадаться, то же самое делает Switch-4. Дальше он отправляет принятую BPDU в сторону уже Switch-3, добавляя при этом, меняя все свои значения, кроме значения рутового порта, да, root BID. То есть, получается, у нас A остается, добавляется стоимость порта, на который он принял, рутового, меняет BID, Bridge-ID на свой, и порт ID, я просто обозначил его как 3, отправляет уже дальше в сторону Switch-3. То есть, вот в таком виде у нас происходит общение между свечами, начиная от корневого свеча вниз уже по, вернее, к другим стальным коммутаторам. В STP Configuration BPDU может отправлять только корневой коммутатор. Остальные коммутаторы, они просто принимают его и переотправляют дальше, меняя определенные значения. Ну, давайте попробуем с вами посмотреть, как это будет выглядеть в настройках. Сейчас я попробую расшарить, вот, должны сейчас увидеть, значит, мой клиент SecurityR Team. Я сейчас буду вам показывать, как все это, все эти настройки на оборудование. Давайте посмотрим, прежде всего, чтобы определить, кто является рутовым, да, или корневым коммутатором. Мы можем набрать команду ShowSpan. У меня здесь преднастроены VLAN 10, поэтому я буду по нему смотреть VLAN 10. То есть, посмотрите, каким образом можно увидеть, что этот коммутатор для VLAN 10 является корневым. Во-первых, как мы сказали, все его порты, то есть подключенные порты, будут в состоянии designated, роль designated. Кроме того, при отправке, когда он начинает рассылать configuration BPD, мы видели, что у нас root ID, то есть root ID и bridge ID, да, будут одинаковыми. Вот они, так вот, я их выделю. Вот таким образом, то есть вы можете посмотреть, что при отправке у нас root ID и bridge ID будут одинаковыми. Вы можете это увидеть у себя. Теперь мы можем также посмотреть, что именно отправляется по этим портам, более детально. То есть мы по топологии видим, что порт E22 смотрит в сторону свеча второго. Можем посмотреть детально, что именно у нас отправляется именно на этом порту. То есть набирается команда show spanning tree interface E22 detail. Вот, можно увидеть, что designated root, да, значение, то есть у нас вот он значение a, b, b, c, c, 0, 0, то есть MAC address его в конце 0, b, 0, 0. Дизайн это bridge, то же самое, подкост равный нулю и порт 128.11. Давайте посмотрим, что получает у нас свеч 2 на этом порту, то есть он у нас тоже E22. Но прежде я просто хочу показать вам состояние портов. Так, E22 у нас является root, то есть он получает BPDU от корневого коммутатора свеча 1. Сразу можем увидеть cost 100 американских рублей. Давайте пойдем дальше. Смотрим более детально. Show span interface E22. Ой, sorry. Детально забыл. Вы можете увидеть, что root под cost у него свой 100. Тот cost, который он получает на свой порт равен нулю, значит designated root, то есть адрес того коммутатора, который является корневым коммутатором. И обратите внимание, так как это у нас root-овый порт, он получил designated bridge ID AABBCC00B0B0B0B0. То есть тот же самый, что отправил ему корневой коммутатор. То есть эта информация у него сохраняется на входе. Теперь посмотрим, что он отправляет в сторону коммутатора E4 на своем designated порту. То есть вот на этом, на Ethernet 3.0. Designated порту. Посмотрим, как у нас поменяются все значения, которые уходят от свеча 2. Значит, делаем команду show span interface E3.0 detail. Давайте посмотрим. Смотрите. Идентификатор порта. С самого начала посмотрим. То есть 128.13. Дальше идет у нас BID корневого коммутатора 0B. И designated bridge, у него свой ID он добавляет, то есть поменяет bridge ID, который он получил, и говорит, что вот он, это я 0C00, от меня ты получаешь этот BPD. Кроме того, он проставляет стоимость пути до корневого коммутатора как 100. Ну, то же самое мы можем, в общем, посмотреть на свече 4. Давайте. Здесь сразу будет видно, что он получает на корневом порту у себя. Так, это у нас 3.0. Значит, тот же самый. Show span. Так. Интерфейс E3.0. Так. Детально. Все время забываем. Ну, посмотрите. То есть мы можем сравнить, опять-таки. получил то же самое, что отправил нам с дизайна порта Switch 2. То есть у него те же самые значения. Он принял то же самое. После того, как он начнет его отправлять дальше, в сторону свеча 3, он поменяет эти значения. То есть мы можем опять-таки посмотреть. Но, наверное, не будем этого делать, чтобы терять времени. И пойдем с вами дальше. Я сейчас расшарю экран с... Так. Ждем. Так. Пойдемте дальше. Так. Сейчас минуточку. Мне говорят, что появились вопросы. Так. А, почему на Switch 1 есть заблокированные порты, да? Это я их сам просто... Нет, они не заблокированы. Я их просто отключил. Да. Это, наверное, вас ввело немножко в замешательство. Да. Он рутовый, но он не заблокированный. А, вот он. Можно вопрос, значит, где прибавляется port cost на designated port или на root port? Как я уже говорил, там было у нас примечание, что на root port, то есть root port имеет свой cost, да? Свою стоимость. И когда к нему приходит BID с определенным, все это прибавляется внутри самого Switch. То есть Switch прибавляет port cost к тому значению BPD, в значении cost, да, который он получил. Так. Что еще? Мы сказали, что будет bottleneck, если на designated port 1 гигабит, а на root port 100 мегабит. Так, мы представим себе, что ситуация наоборот. Root port 1 гигабит, а designated port 100 мегабит. Тот же bottleneck. Ну да. Хотя все просчитано будет правильно. Ну да. Designated bridge – это кто круче на сегменте, а designated root – кто во всем домине. Нет, это немножко не такие разные понятия. Так. Designated root – да, это вовсе под сегментом, что имеется в виду. Вы, наверное, имеете в виду, что да, кто выше по иерархии, наверное, можно так сказать, да? Если мы представим, скажем, Switch 1 в плане, ну, кто играл когда-то в карты или играет в карты, может быть, знает. Туз по приоритету, в смысле, по иерархии выше, дальше он, скажем, отправляет свои какие-то указания королю, король вальту и так далее. То есть по иерархии король, то есть Switch 2, да, будет, значит, выше, чем Switch 4, чем коммутатор 4, но ниже, чем коммутатор 1. То есть король будет по иерархии, то есть валет будет получать все указания по иерархии от короля. Король будет вставлять свои какие-то настройки, но все время будет показывать, что root корневым коммутатором является именно Switch 1, то есть туз. Всегда вот root ID он будет показывать как Switch 1. Так, что дальше? То есть на Designated порту коммутатора B уже можно увидеть стоимость с учетом правки. Все правильно, да, вы можете увидеть стоимость. Север, я не совсем понял, что имеется в виду, то есть cost не зависит от результата от Auto Negotiation. Что вы имеете в виду? Давайте я вас размючу, вы мне объясните, что вы хотели сказать. Север? Ну, если мы воткнем гигабитный порт в 100 мегабитный порт, то они будут работать на 100 мегабитах, правильно? Да, 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 да. Соответственно, cost того порта, который может передавать на гигабите, но вынужден передавать на 100 гигабитах, он будет зависеть от режима работы или нет? Или он будет подчиняться гигабиту? Это интересный, конечно, вопрос, если честно, не проверял. Ну, давайте попробуем. А, кстати, да, сейчас у нас не получится проверить, наверное, вживую. Хороший вопрос, поэтому, честно говоря, не знаю на него ответ, но можно будет, наверное, порыться. А, вот, кстати, Дима хочет подключиться, и, наверное, он нам попробует объяснить такую ситуацию. Привет, Эмиль. Да, на самом деле, север прав. Если у нас будет один порт 1 гигабит, второй порт 100 мегабит, у него будет Auto Negotiation до 100 мегабит, и cost берется с реального значения скорости. То есть будет на обоих сторонах cost от 100 мегабитов, то есть 19. Если мы руками не изменим cost, то он на обоих сторонах будет 19. Дима, спасибо большое за комментарий. Так, есть еще вопросы? Если у кого-то есть, поднимите руки, пожалуйста. Так, давайте мы с вами еще раз перейдем, значит, к нашим настройкам. И возник вопрос, который я хочу показать. Значит, почему у нас... Сейчас, минуточку, я только расшарю свой экран. Так, давайте посмотрим. Смотрите, на свете 4 вы видите, что Designated Root ID имеет приоритет 32778, да? Почему именно так происходит? Потому что у нас к приоритету по умолчанию 32768, если вы знаете, добавляется номер VLAN. 10. Вот. И поэтому это значение у нас будет всегда меняться, если у вас есть какие-то другие VLAN. Вот. Что еще? Так, вопросы мы уже задали. Пойдем с вами дальше. Значит, вопросы для повторения. То есть вы видите вопрос, значит, назовите, какие бывают состояния портов и их свойства. Если кто-то хочет ответить, то пожалуйста. Так. Александр Абрео, да я правильно? Да. Ага. Добрый день. Пожалуйста. Добрый день. Да, да, слышно. Ну, есть 4 состояния портов в классическом Spanning 3. Блокинг, listening, learning и forwarding. в блокинг. Порт не передает данные и не принимает данные, он только слушает BPDU. В listening он тоже слушает BPDU. Данные не передает, учит MAC адреса. Но forwarding он делает все. То есть и BPDU там слушает, передает и данные и учит MAC адреса. Ага, хорошо, спасибо большое. Вот у нас, Евгений Артеменко, пожалуйста. Disabled еще есть, нет? Да, есть Disabled, все правильно. Состояние Disabled. Хорошо. А в каком из них учатся в MAC? А в каком не учатся? Это тоже вопрос. Так, вот сейчас мы все это с вами, значит, посмотрим. Я вас замечу пока, Женя. Спасибо вам за ответы. Может еще кто-то? Mr.fr3, я вот не знаю, кто это. Представьте, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Слан. Добрый день. Ну, еще вот я, может быть, пропустил, по-моему, в RSTP вот эти вот три состояния. Я не знаю, можно ли считать это там другим, но то есть эти три состояния Disabled Blokin и Listening заменили на Discarding. Но это как бы просто примечание, не знаю. Спасибо, да. Мы RSTP, наверное, будем проходить позже. Я вот пока не знаю, буду я делать вебинар или нет по нему. Но если у вас будет интерес, то возможно сделаю. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Давайте перейдем к нашим слайдам. Пойдемте дальше. Значит, какие бывают состояния портов, да? Disabled порт. То есть Disabled порт, он считается нерабочим и не отправляет ни фреймы, ни кадры и так далее. То есть Disabled порт вы выключаете ручками. Шат. Есть еще одна вариация Error Disabled, но мы ее будем с вами, наверное, проходить потом. Сейчас не будем сострять внимание на этом виде портов. Дальше. Блокинг порт и по утверждению CISCO. Порт является блокированным, если он не позволяет трафику быть принятым или отправленным на этом порту. Он блокирует трафик. Вот очень интересный момент. Мы с вами потом к нему вернемся. Значит, следующее состояние портов listening. Во время состояния listening определяется роль портов, отправляется и принимается LPD. То есть роль портов мы с вами уже говорили. То есть не та роль портов, извините, я ошибся. Значит, уйдет learning, изучается MAC-адреса. Вот именно в этом состоянии, то есть у нас начинается изучение MAC-адресов и они начинают заноситься в CAM-таблицу. Ну и forwarding. Это во время состояния forwarding у нас отправляется и принимается весь трафик. Пойдем с вами дальше. Значит, вот у нас вот в таком виде есть, скажем так, сейчас нынешнее состояние нашей настройки. То есть смотрите, у нас получается, что все BPD, которые пришли на root портах, они сохраняются на этих портах. И в связи с чем у меня вопрос, зачем это делается? То есть каждый BPD, принятый на root порту, он у нас сохраняется именно на этом порту. Зачем это? Так, Василий Шашков, пожалуйста. Всем здравствуйте. Ну вообще, насколько я помню, сохраняется BPDU для последующего сравнения с приходящими снова BPDU при изменении, при каких-то изменениях топологии. Например, если root изменился root и отправляет другой ID. Все правильно, Вы отметили. Спасибо большое. Значит, для последующего сравнения. Когда мы будем смотреть дальше с вами про таймеры, да, это состояние будет у нас меняться. Давайте пойдем с вами дальше. Давайте я сейчас сделаю так, что я включу порты на свече 1 и свече 2. То есть опять-таки у нас получается, значит, вот такое вот состояние. Свеча 1, то есть порт E23 свеча 1 переходит в состояние designated, а порт E23 свеча 2 переходит в состояние блокинга. Почему это происходит? Как только я включил этот порт, у меня почему-то вот этот порт, порт на свече 2 вошел в состояние блокинга. Кто-нибудь может это объяснить, пожалуйста, если у вас есть версии, почему это так происходит? И root порт у нас не меняется почему-то. Почему именно в это состояние он перешел? Так, Саша, Александр Абрео, пожалуйста. Ну, порт E23 на аккумутаторе св2 будет в состоянии блокинга, потому что, когда порт поднимается, он по умолчанию в состоянии блокинга. Должны пройти несколько периодов, два раза по forward delay, прежде чем он может перейти в состояние forwarding. Почему не меняется root порт? Потому что коммутатор св2 сравнит BPDU, который он получает на портах E22 и E23, и BPDU, который он получает на порту E22 будет лучше. А он будет лучше, потому что лучше порт ID на коммутаторе св1. Ну, на коммутаторе св1 напротив порта E22 тоже порт E22, у него порт ID будет меньше и он будет лучше. Хорошо, спасибо большое. Давайте посмотрим, как это все происходит. У нас получается, что вот он действительно порт. То есть, как только мы включили на коммутаторе св1 порт E23, он отправляет те же данные, только с другим порт ID. Этот порт ID приходит на порт B, то есть на порт E23 и сохраняется внутри этого, то есть сохраняется на порту. Давайте посмотрим, как это происходит на оборудовании, то есть мы посмотрим конфигурацию оборудования. Значит, сейчас я переключусь только. Я сейчас захожу на интерфейс E23 и сразу же сделаю здесь, интерфейс E23. Так, я вот только не помню. Так, сейчас, минуточку, я попробую показать, как это все происходит. Делаю наушат. Наушат. Так, вот он у нас, эти интерфейсы поднялись. Теперь мы можем проверить, в каком состоянии у нас они, в общем-то, заработали. Иду шоу, спан, илан 10, да. Все правильно, видите, он перешел в состояние блокинга, причем сразу. Спорт 2.3. Состояние дизайна. Ну, это понятно, почему он, потому что он у нас корневой. Можете увидеть. Мы можем также посмотреть детально, что у нас произошло вообще. дизайна. Так. Дизайна. Так. Дизайна. Дизайна. У нас состояние… да, можно, кстати, сразу посмотреть. Дизайна. 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 То есть он у нас получил настройки, эти настройки от дизайна порта с коммутатора Switch-1. Давайте посмотрим, как у нас меняется количество BPD. Вы можете обратить внимание, что вот здесь вот Receipt BPD 37 количества. Если мы перейдем дальше, то уже оно увеличивается, 71 и так далее. Давайте пойдем с вами дальше. Сейчас я уберу все это. Следующий момент, который я хотел с вами обсудить. Я хочу, скажем, заблокировать порт E22 со стороны корневого коммутатора. Что в этом случае произойдет? У меня такой вот вопрос. Если желающий ответить. Каким образом будут вести себя, ну скажем, каким образом поведет себя Switch-2? Дима, пожалуйста, Дима, ты размечен, где ты можешь говорить? Ну вообще, это зависит от того, реальное оборудование или нет, в первую очередь, да, потому что... Да, оборудование... Да, потому что в нашем стенде, когда мы выключим линк на одной стороне, то второй Switch не распознает то, что линк даун. Поэтому процесс будет немножко другой. То есть, если это реальное оборудование, то Switch-2A сразу поймет, что... Окей, линк даун, а у нас есть... Ну, мы получаем на другом порту BPTU, и мы можем пройти через listening и learning, и он станет рутом и будет forwarding через 30 секунд, да. Подозреваю, что именно в этом сетапе, когда Switch-2 не распознает, да, то нам надо будет еще 20 секунд ждать Maxage. Все правильно. Может быть, я ошибаюсь. Да, все правильно. Спасибо, потому что на реальном оборудовании можно было бы, конечно, все это показать, но у нас немножко все работает по-другому. Ну, смотрите, да, вот как в примечании написано, Дима прав. Если корневой порт соединен напрямую к коммутатору, то есть без каких-либо посреднических устройств, да, то после истечения forwarding time он перейдет в состояние дизайна. А forwarding time у нас состоит из двух показателей, да, это learning 15 секунд и, ой, ссори, то есть, да, learning и listening. Он переходит в состояние дизайна. Вот он сразу я показал. Второй порт рутовый, так как, то есть, он был в состоянии блокинга, он станет сразу рутовым. Второе примечание, если корневой порт соединен к коммутатору не напрямую, например, через хаб, да, то у нас получается порт будет в аппе, и он будет ждать maxH, то есть по умолчанию это 20 секунд, и по истечению этого maxH он прождет состояние forwarding, да, то есть forwarding time, и перейдет в состояние, я сразу перешел, хотел показать вам. Так, давайте посмотрим сначала, как это все происходит. Вот, а нет, я, наверное, вам не смогу показать. Да, вернее, я же даже все вам показал, да, извиняюсь. Давайте обратно вернемся. Так, значит, следующий вопрос у меня вот по таймерам. Ну, таймеры мы с вами проговорили, еще раз, значит, поговорим. Назовите виды таймеров, которые есть, да, в степи, и их свойства и значения по умолчанию. Так, ну, я здесь просто пролистаю, значит, таймеры степи, это hello, частота отправки BPD-сообщения к корневым коммутаторам, то есть это как раз-таки configuration BPD-у, по умолчанию они каждые 2 секунды отправляются. MaxH, это время хранения BPD-у на порту, по умолчанию 20 секунд. Что значит на порту, это мы говорили, то, что BPD-у приходит на порт, корневой порт, и он хранится там 20 секунд, если не получает, то меняет свое состояние. Следующее, это forward delay, то есть это время прохождения фаз, loosening и learning, каждый из них длится 15 секунд, и всего их получается 30 секунд. Теперь у меня был, да, кстати, я вспомнил свой вопрос, который я хотел вам задать. Мы говорим, что BPD-у приходит на root порт, и он там хранится. А также мы сказали, что blocking порт, он не отправляет фреймы, не отправляет кадры, да. Но что будет делать blocking порт с BPD-у, потому что у нас все равно, если порт на том конце designated, то как бы BPD-у отправляется. А что делать с ними? Блокинг порт. У меня такой вопрос. Так, север, пожалуйста. Ну, я думаю, то, что в стандартном поведении СТП этот BPD-у будет, ну, просто отбрасываться, грубо говоря. Но если мы будем использовать такую фичу, которая называется uplink fast, то, по-моему, этот BPD-у будет запоминаться. Для того, чтобы переключиться быстрее в случае обрыва. Хорошо, но вы говорите, он будет отбрасываться, а значит, он получается, он будет его получать, его будет прослушиваться, правильно? Ну да, но он запоминать его, по сути дела, не будет. То есть, насколько я понимаю, если root порт там отвалится, то он все равно будет ждать следующего BPD-у для того, чтобы его обработать уже. перейдет в learning и обработает, и дальше будет думать, что делать. Окей, давайте проверим вашу версию, скажем так. Значит, я сейчас вас сомьютью, и мы перейдем к нашим устройствам, да, нашим свечам. И у меня по топологии блокированный порт, это порт 3.0 на свече 3.0. То есть, порт, который смотрит в сторону свеча 1, я просто так, давайте я сейчас переключусь. Вот, вы можете видеть, что 3.0, вот он, является в блокированном состоянии. Ну, я здесь сделал такую фитерсть, я просто cost поставил 1000, и, в общем, он у меня сейчас заблокирован. Значит, давайте, что произойдет, если мы на свече 1 порт 3.0 просто возьмем и переведем шатдаун, да. Так, ну, сначала мне нужно включить дебаги. Сейчас, минуточку, я извиняюсь, сейчас я быстренько это сделаю, чтобы нам было понятно, как все это у нас происходит. Так, давайте, значит, посмотрим, у нас все, все дебаги включены. Отлично. Значит, я захожу на интерфейс E3.0, и просто говорю шат. Отлично. Все у нас побежало. Перехожу на 3.0, и смотрю, интерфейс E3.0, и т.л. Так. Немного опоздал. Ну, так, смотрите, да, правильно, он перешел в состояние лысенинга, да, потом, через, по умолчанию, через 15 секунд он переходит в состояние лёнинг, и далее переходит в состояние, опять через 15 секунд, переходит в состояние форвардинга. И мы можем посмотреть, в каком он виде сейчас у нас находится. То есть, видите, он стал у нас дизайн-эйтед. Так, давайте перейдем дальше к нашему слайду, и пойдем с вами дальше. Таймеры мы с вами обсудили. Так, вот у нас вот на данный момент, то есть, была топология вот таким образом, да, таймер Hello, 2 секунды. И да, кстати, эти Hello отправляются корневым коммутатором, как мы говорили, и дальше переотправляются остальными коммутаторами ниже по, значит, ниже по иерархии, да, грубо говоря. Давайте перейдем к вопросам по TCN. Первый мой вопрос, что такое вообще TCN, откуда он берется, и зачем он нужен. А затем назвать условия генерирования TCN. Руслан, пожалуйста. TCN – это Topology Change Notification. Он нужен для того, чтобы он генерится свечом, который увидел изменения в топологии. То есть, я так понимаю, падение, например, какого-то порта, designated, например. Отправляет он его вышестоящему руту, а рут, в свою очередь, отправляет, не помню точно, как называлось, это тоже какой-то notification для того, чтобы свечи, участвующие в процессе Spanning 3, почистили свои таблицы или уменьшили таймер. Это тоже не скажу точно. То есть, для того, чтобы перейдя в установившееся состояние, свечи на основании устаревших данных в таблицах МАК-адресов не отправляли фреймы в неправильные порты. Спасибо большое. У нас есть еще мнение. Так, это Павел Семенов, пожалуйста. Здравствуйте, меня слышно? Да, 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 все слышно. Значит, TCN формируется устройством, на котором произошло любое изменение порта. То есть, порт упал, соответственно, TCN. Остальное все выше ответили правильно. Хорошо, спасибо большое. Есть ли еще варианты? Александр Истомин, пожалуйста. Да, да, слышно? Да, да, слышно. Я хотел бы уточнить то, что коммутатором посылается TAPO-LG-Chain-Notification в лучшем случае, если один из его портов переходит либо в состояние forwarding, либо из состояния forwarding, допустим, в состояние disabled. Вот тогда этот коммутатор посылает TAPO-LG-Chain-Notification высшестоящему коммутатору. Он отсылает TAPO-LG-Chain-Notification в свой root-порт, и каждый последующий коммутатор отправляет TAPO-LG-Chain-Notification в свои root-порты. Таким образом, это уведомление об изменениях добирается до rootа. Root, в свою очередь, отправляет TAPO-LG-Chain-Acknowledgement, подтверждая то, что он получил, собственно, сведения о том, что произошло какое-то изменение в топологии. После чего он отправляет заново во все свои designated порты TAPO-LG-Chain-Notification, BPD-U. Таким образом, сообщая всем остальным коммутаторам в топологии о том, что произошло изменение. Ну и, как вот сказал Руслан, это приводит к тому, что коммутаторы уменьшают H-Time хранение MAC-атресов в своей COM-таблице, собственно, для того, чтобы не отправлять трафик в ненужные порты. Спасибо большое за ответ. Хорошо, давайте мы с вами перейдем к слайду и посмотрим действительно, как происходит все это. Вы, да, многие вещи сказали правильно. Давайте посмотрим, какие у нас есть условия генерирования TSEAN. Первое условие – это когда порт выставляется в состояние forwarding и коммутатор имеет по меньшей мере один designated порт. Здесь вот не совсем понятно, что имеется в виду. Это означает, что если у нас коммутатор является совсем изолированным, то как только у нас появляется какое-то соединение, он сразу будет отправлять TSEAN, то есть Topology Change Notification. Следующее условие генерирования – это когда порт переходит из состояния forwarding или learning и обратно в состояние blocking. Ну, это понятно. В общем-то, ну и когда коммутатор получает TSEAN BPDU на дизайне этот порт, то он просто отправляет через root-порт в сторону корневого коммутатора. Ну, общее утверждение о TSEAN. Значит, TSEAN BPDU сообщение отправляется только через корневые порты. То есть у нас получается в обратном порядке. Если Configuration BPDU отправляется через дизайне этот порты, то TSEAN BPDU отправляется через корневые порты. Следующее утверждение. А TSEAN BPDU сообщение – это единственные BPDU, которые могут быть вообще отправлены корневым портом. TSEAN BPDU принимаются дизайне этот портами, как я уже сказал. Следующее – TSEAN BPDU сообщение отправляется в сторону корневого коммутатора. Ну, и коммутатор, заметивший изменения топологии, начинает отправлять TSEAN BPDU и продолжает их повторять по времени, равной таймеру HELLO, по умолчанию 2 секунды. То есть каждые 2 секунды он будет это отправлять, пока на входе не получится подтверждение TSEAN BPDU, вы все правильно сказали, то есть Topology Change Acknowledgement от высшестоящего коммутатора. Ну, у нас вот на данный момент вот такая топология получается. Давайте посмотрим, что у нас произошло. Сейчас я назад вернусь, чтобы вы заметили. Смотрите, у нас порт E3.1, свеча 4, да, он в шатдауне находится, поэтому я его разблокирую. И при изменении этого состояния, да, у меня начинает генерироваться TSEAN, и они отправляются из корневого порта в сторону корневого коммутатора. То есть сначала он идет к свечу 2 на порт E3.0. Таким вот образом он туда добирается. Что же делает в этом случае свеч 2? Он сразу же генерирует Topology Change Acknowledgement и отправляет, да, вот как примечание небольшое я вам прочту, коммутатор получил TSEAN, сразу же отправляет TSEAN на адрес 010000CCCCCD. Это Cisco Share Spanning 3 протокол. То есть на этом же порту, на котором он получил. Второе примечание. TSEAN отправляется дизайне этот коммутатором, даже в случае, если он не получил configuration BBTU от корневого коммутатора. То есть он не будет ждать каких-то там сообщений от корневого, он сразу его отправит. И как было до этого показано, так как у нас TSEAN генерируется каждые 2 секунды, чтобы коммутатор, который заметил изменения, то есть в нашем случае SWITCH4 постоянно не отправлял эти сообщения, SWITCH2 сразу же при получении TSEAN отправляет ему Acknowledgement. И это ведет к тому, что SWITCH4 уже перестает все это отсылать. Вот таким образом это происходит. SWITCH4 перестал это делать, нехорошее дело. В общем, дальше TSEAN уже SWITCH2 отправляет в сторону корневого коммутатора нашего. Значит, и корневой коммутатор, получив этот TSEAN, генерирует Topology Change и отправляет нижлежащим коммутатором через Designated порт. Вы здесь можете заметить, что порты E3.0 и E3.1 в нынешнем состоянии, они как бы в шатдауне находятся. И он отправляет этот TSEAN в направлении SWITCH2. Если бы эти порты были у нас разблоченными, то TSEAN бы отправлялся через все эти порты. Что происходит дальше? Дальше Topology Change отправляется уже всем нижлежащим коммутаторам. И третье примечание, как вы правильно заметили, когда происходит изменение топологии, таблица MAC-адресов становится несоответствующей реалии, так как пути между коммутаторами уже изменились. Коммутаторы могут заново изучить всю топологию MAC-адреса, но это занимает по умолчанию 5 минут. Мы потом посмотрим, где это посмотреть. И это слишком невыгодно получается. Поэтому корневой порт, который получит TSEAN, он сразу отправляет TSEAN, Topology Change, по всем своим портам, подключенным в сегменте. Дизайн этот порт. И коммутаторы, которые получают этот TSEAN, Topology Change, они уменьшают таймер хранения MAC-адресов до таймера форвардинга. Форвардинг-делей, вернее. Это 15 секунд. Так, если есть у вас какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в... Давайте мы сейчас с вами, пока вы будете придумывать вопросы, пока просто посмотрим настроечки таймеров, которые у нас есть. Вот сразу вы можете увидеть, что на свече 3, какие у нас по умолчанию. Это HelloTime 2 секунды, MaxH, то есть время хранения BPD на порту, 20 секунд, и Форвард-делей 15 секунд. То есть вы можете обратить внимание, что Форвард-делей прописывается только один раз, но на самом деле у нас происходит два состояния, это Learning и Listening по 15 секунд, и в общей сложности в сумме у нас получается 30 секунд. Мы можем посмотреть, сколько у нас по умолчанию хранится информации в таблице MAC-адресов, Show MAC-адрес Table, Adding Time, и вы можете увидеть, что это значение у нас в 300 секунд. Значение идет в секундах, если поделить на 60, то 5 минут, это очень долго. Что я еще хотел вам показать? Мы можем посмотреть, как происходит отправка ECN, и каким образом у нас идет взаимодействие. Давайте на свете 4 включил порт E3.1. Посмотрим, как он будет работать. Интерфейс E3.1. No shot. Change app. Вы видите, вы видите, что он проходит этапы Listening. Ждем 15 секунд. Вот он, этап Learning. Ждем. 15 секунд. Значит, вот, этап Forwarding. И обратите внимание, как только у нас порт перешел в режим Forwarding, то есть по времени, 11.23.41.786, у нас через root-порт, то есть порт 3.0, отправляется Topology Change Notification, TCL. Окей. Теперь давайте перейдем на порт, на коммутатор 2. Посмотрим, что у него происходит на порту. Значит, он, вы можете посмотреть, вот он, Topology Change, Receive, то есть он принял изменения на порту по VLAN-10, принял на порту 3.0. Далее он отправляет Topology Change Notification в сторону корневого коммутатора, то есть по порту E.2.2. И следующее, он получает Topology Change, то есть уже, а, он второй раз получил, да, за это время. Давайте посмотрим, теперь я попробую вам расшарить Wireshark и попробуем, как это, посмотреть, как это происходит с Wireshark, у нас. Так, сейчас, минуточку, если у меня получится, то я вам постараюсь показать, что у нас происходит при прихождении, прихождении, скажем так, TCN на тот или иной порт. Давайте я на свече 4 верну все обратно, нам интересно посмотреть порт 3.0 на коммутаторе 2. Сейчас я посмотрю, получится у нас. Так, вроде, вроде получается. Сейчас я расшариваю вам, смотрим. Это порт, значит, 3.0, не буду вас мучить, но вы можете проверить у себя. До этого, когда я проверял, все работало. Вы можете проверить, сделать точно такие же конфигурации. Я выложу слайды позже на сайте. Вы можете забрать, проверить все эти конфигурации, пройтись. в общем, и если будут какие-то вопросы, можете писать в комментариях. Давайте мы пробежимся еще раз по вопросам, мы попробуем на них ответить. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, поднимайте руки. Так, да, Евгений? Слушай, я был не очень внимательный, я занимался другими вещами. У меня такой вопрос. Вот этот механизм топологи change notification он получается всего лишь для того, чтобы сказать всем свечам в домене, чтобы они почистили свои мак-таблицы и перестроили их, чтобы не только степи топологии перестроилась, но и кам-таблицы. Да? Есть два вида. Тот, который отвечает непосредственно дизайн-эйтед коммутатор, то есть непосредственно подключенный, он говорит коммутатору, который отправил TCN, больше его не отправляй, то есть этим. А есть TCA, то есть Topolage Change Acknowledgement, который идет от корневого коммутатора, который говорит, да, уменьшить таймер сохранения таблицы мак-адресов до 15. Есть еще какие-то? Пока все, только я первое не понял, что за Designated Switch, в смысле Bridge, где он находится? Он находится все Designated, все свечи являются Designated по отношению, ну, грубо говоря, по иерархии для тех свечей, которые находятся ниже них. То есть, как я уже говорил, в аналогии, к примеру, Switch 1 будет, сейчас я попробую вернуться. Короче, ближе к крутому, правильно? крутому. Да, тот, который ближе к крутому, все правильно. К крутому коммутатору. Еще вопросы? Пожалуйста. Так, да, Александр? У меня вот такой вопрос меня беспокоит. Я читал книжку Радди Перлман, которая придумала протокол Spanning 3, и там она после главы, посвященной Spanning 3, приводит задание, в задании следующий вопрос. Представим себе, что вот, когда у нас будет падать rootport, у нас переключение на запасной rootport, если он есть, будет делаться мгновенно, а без ожидания два раза по forward delay. Все правильно. Ну, ну, представимся, что у нас вот эта ситуация есть, и еще при этом у нас коммутаторы будут прибавлять пост к root pass пост, не когда они получают BPDU, а когда они отправляют BPDU. Там в книжке говорится, вот, если бы так было, то это могло бы иногда приводить к кольцам и придумайте какой-нибудь пример. Я не могу придумывать никакой пример. Может быть, вы можете что-нибудь сказать над темой или коллективным разумом придумать. Пример именно на... Ну, то есть, когда возникнут кольца, если у нас стоимость порта будет прибавляться к root пост не при получении BPDU, а при отправке на designated порту. Там типа какая-то фишка в этом есть. Я вот не понимаю, какая. Ага, понятно. Если честно, не изучал этот вопрос, но я обязательно посмотрю его. Это вы сказали в книге Ready Первый Ман, да? Да, я могу название книжки стынуть или вопросы из книжки. Хорошо, я после вебинара наверное завтра опубликую результаты. И кроме того, выложу слайды, выложу презентацию и к нему вы можете просто добавить коммент. и мы рассмотрим. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Есть ли у кого-то еще вопросы, пожалуйста. Если нет, то с вашего позволения мы закончим сегодняшний вебинар. Спасибо вам большое за присутствие, за вопросы, было очень интересно. И у меня есть небольшая просьба, если вас не затруднит, я наверное сделаю вопрос небольшой, как это делал Дмитрий, но будет касаться вебинара, тоже выложу на сайте. Спасибо всем большое еще раз и надеюсь вам понравилось и надеюсь до новых встреч. Пишите пожалуйста комментарии. Всем пока.